Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 2 марта и вот во время того, как я сегодня читала комментарии, я вот этот вопрос выделила для того, чтобы снять отдельное видео и о грунте поговорить более подробно. Вот Ирина Станиславовна спросила, насколько влажный у вас грунт, который вы сыпите в стаканчики. У меня всегда получаются воздушные полости, что, наверное, плохо для корней. И пишет, у нас вчера была гроза, как в мае. Сейчас я покажу свой грунт. Я сейчас как раз буду намешивать грунт для пикировки, как раз буду набивать его в стаканчики. Сразу скажу, что воздушные полости это очень плохо. Корни должны быть... земля должна быть плотно вокруг корней, у них должен быть контакт. Но сейчас пойду к ванне и покажу вам, какой у меня грунт. Тут, возможно, будет немного темновато, но все, что нужно, вы увидите. Вот у меня ванна большая, в которой я намешиваю грунт. И грунт для набивки стаканчиков у меня точно такой же, как грунт для посевов. Он такой же влажности. Вот видите, как... Так, Надюша пришла покопаться. Вот видите, он какой? Он должен быть обязательно сыпучий. Но эта сыпучесть не отменяет влажности. Я некоторые вижу, что насыпают в стаканчики вообще сухой грунт. Я все-таки сыплю влажный. Опять по той же схеме, вот как я говорила, метод вот этого вот. Когда сжимаю в кулаке, у меня остается ком вот этот и не разваливается. Но как только я его растрону, видите, он весь сыпучий. Сейчас мы посмотрим помощницу мою. Вот она, видите? Пока я отошла, Надюшка тут из этой ванны уже раскидала вокруг по полу, по линолеуму. Это вот с помощницей я нынче буду вынуждена работать. Вообще ужас. Лезет везде, в каждый стакан, в каждый лоток. Вот такой влажности. Тот же самый состав. Половина перегноя, половина земли. И добавляю на ведро грунта ложку золы. Вот она стоит у меня. Тут же зола, прям недалеко отсюда. Все я здесь делаю. И потом, когда я раскладываю по стаканчикам, еще вот про это, про уплотнение, про плотность грунта в стакане, и про кассеты спрашивают, и про стаканчики. Смотрите, я как делаю. Я набиваю полностью стакан. Ясно, что если посадить сеянец вот в такой стакан, при поливе он уменьшится в половину, и будет очень мало. После этого я все-таки его уплотняю, стараясь продвинуть туда дальше грунт. Но одной рукой, вы понимаете, неудобно держать камеру и показывать. Но вы поняли, что делаю более плотный. Когда набиваешь сначала без уплотнения, его берешь, он невесомый. И когда его берешь, он даже вот так вот как бы сдавливается, как пустой. Я делаю, чтобы он был набитый такой средней. Средней меры набитости, если можете сказать. Сильно плотно тоже не надо. И до конца снова добавляю. Все. И вот в это, в такой стакан, я делаю дырочку. Ну вообще я делаю палочкой, но сейчас мне некогда идти. Ну пусть вот так вот делаю дырочку. Когда я посажу туда сеяниц, я уже показывала, я загребаю. И вот это место, где я высадила сеяниц, я уплотняю, чтобы грунт полностью вокруг корня был, чтобы корни были не в воздушной полости, а чтобы вокруг был грунт. Все. И поливаю тоже сюда в первую очередь. Вот первый полив именно вокруг корня. Он еще более, так, грунт продвинется и уплотнится. Все. Потом, если будет мало грунта, можно будет через какое-то время сюда еще подсыпать. Вот все. Вот это вопрос. Ой, ответ на вопрос про грунт. Ничего сложного с грунтом нет. Все это у меня уже все на автомате. Автоматические движения. Ох, солнышко выглядывает. Все. Продолжение следует.